Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Боярковым. Я тот художник, который может обидеть каждого. Лучший способ вернуть в Украину беженцев, это убрать Зеленского, Ермака, того же Лещенко, который призывает не оказывать помощь беженцам в Европе, потому что беженцы никогда, нигде не возвращались и не будут возвращаться в страну, где уничтожили свободу слова. Обратите внимание, нет в мировой истории прецедентов, где беженцы бы толпами ехали туда, где отобрали у граждан страны свободу слова. Напомните мне хотя бы один прецедент. Вы знаете хоть одну страну, где свободу слова украли, а беженцы туда стали возвращаться? У нас украли верховенство права, оно и раньше-то не стояло, как лом на морозе. Но сегодня люди не будут возвращаться в государство, где банкира Мазепу закрыли, потом выпустили под давлением, под залог за то, что он абсолютно честно, легально, 10 лет назад купил землю, официально ее оформил у третьих лиц, которые купили у вторых лиц, которую какие-то чиновники кому-то еще раньше продали, а посадили его, то есть не возвращаются беженцы в такие страны. Не возвращаются беженцы туда, где права человека вытирают ноги. Вы меня простите, если вы решили выпендриться и уволить военкомов, которые, безусловно, кстати, вам же несли деньги за взятки, потому что вы же выпустили, это власть Зеленского и его команда, выпустили миллион приблизительно уклонистов, получив за это приблизительно 10 миллиардов долларов. Как будут возвращаться в страну, где власть торгует белыми билетами, выпускает людей за бабки? Кстати, не выпускать их, но законного способа нет. Беженцы не будут возвращаться, если им не дадут потом вернуться в Европу. Беженцы возвращаются туда, где их права будут священными для закона, где их будут охранять, их имущество, их жизнь. Смотрите, беженцы из Израиля не поехали по каким-то другим странам. Население из Израиля, при том, что жуткая, обратите внимание, варварская атака вот этих вот хамасовских террористов содрогнуло от ужаса весь мир, тем не менее поток беженцев из Израиля никуда не помчался. Наоборот, люди стали возвращаться в Израиль, защищать свою землю, и надо понять, в чем, черт побери, разница в действиях израильского правительства и украинского. Почему израильтяне со всего мира массово начали уезжать, то есть приезжать десятикратно больше, чем уезжать? Отъезд из Израиля мизерный, а приезд огромен. Почему у нас не так? Кто виноват? Я вам скажу, не Нетаньяху, а Зеленский. Зеленский не ведет себя так, как ведет себя Нетаньяху. Вы обратите внимание, что сделал Нетаньяху первое. Он и его спецслужбы официально, публично признали свою вину. А у нас? Вы слышали? Чтобы хоть кто-то из этой вороватой шоблы взял на себя ответственность. Израильские высшие чиновники сразу же сказали, это наш правстык, мы будем после победы отвечать по закону. Вина лежит на нас, сказали израильтяне. А напомните мне, признал ли свою вину Баканов, Зеленский, Ермак, Арахамия? Список бесконечный. Хоть одна безуглая из этого безумия, она вышла из своего угла и официально сказала, что провтыкала. Ни один Коля Тищенко, ни один Стефанчук даже не заикнулся о том, что они несут ответственность. А в Израиле это просто вышли, сказали прямым текстом. Поэтому в Израиль возвращаются. Израиль хотят защищать. Просто приезжают из Европы, из США, из Австралии, берут оружие в руки. А из Израиля уехало минимум людей. Из Израиля уехала часть иностранцев. Но тем не менее, друзья мои, в Израиль продолжают приезжать сейчас. В Израиль идет война с террористами. Но люди репатриируются в Израиль из Украины. Кстати, из России массово продолжают ехать в Израиль. То есть Россия официально утверждает, что она войну не ведет. У нее там типа спецоперация. Но тем не менее, россияне едут в Израиль, где реально война. Поэтому если Лещенко и Зеленский декларируют, что они хотят, чтобы в Украину возвращались беженцы, значит единственный способ вернуть беженцев, это перестать к людям относиться по-скотски, как относятся Зеленский, Лещенко и остальная Шобла. Ваше тупое вороватое высокомерие не привлекает людей. Люди не хотят возвращаться туда, где на их права плюют. Люди не хотят бесправия. Люди хотят свободу. И защищать люди хотят свою свободную страну, где у них есть права, где у них есть собственность, которая охраняется, где у них и чувство достоинства не попирается, где они чувствуют, что государство существует для них, а не наоборот. Обратите внимание, в Израиле никто никого не обелечивал, никому не выдавал белые билеты на выезд. Из Израиля выезд. Почему не бегут? Потому что там себя не ведут, так как ведет Зеленский и Шобла. Поэтому мы понимаем прекрасно, что у нас осталось всего пара месяцев до конца президентского срока Зеленского. Зеленский совершенно правильно сказал, вот тут я с ним согласен, что он пришел на один срок. Один срок – это пять лет. Поскольку наш Конституционный суд до сих пор не дал разъяснений, потому что Головатый, по-моему, стал просто в глухую оборону и не хочет подыгрывать Зеленскому. Кстати, именно Конституцию Зеленский регулярно и последовательно нарушает. Чего не делает Нетаньяху? Мало того, у нас действительно сегодня жуткая и страшная война. Кто виноват прежде всего в том, что Украина оказалась неподготовленной к агрессии? Зеленский и его команда. Обвинять Порошенко бессмысленно. Вся израильская оппозиция истоптала ногами Нетаньяху, он посыпал голову пеплом, он признал свою вину, взял оппозицию, то есть у них правительство народного доверия, у них коалиционная общая тема, у них в мыслях нет у Нетаньяху прессовать оппозицию, затыкать рот. А у нас Зеленский запретил Сюмар ехать в пассе и рассказывать о нашей коррупции. В Израиле нет коррупции на армии вообще, а у нас она огромна. Вот поэтому, поэтому есть проблема с возвращением беженцев. Особенно, если врать. Вот реально публично и нагло врать, что нет уже никакой опасности, и беженцы могут вернуться в страну, которая тебя уважает. Люди возвращаются, даже если опасность есть. А если руководство страны плюет людям в лицо и вытирает на них ноги, вот тогда и есть проблема с возвращением беженцев. Друзья мои, не забывайте подписаться на мой канал, поставьте лайки, комментарии, распространяйте в соцсетях правдивую информацию, потому что у нас украли свободу слова, положенную нам по Конституции, и мы нашей активностью должны компенсировать воровство, которое учинила нынешняя власть Зеленского. А победа, в чем я ни на секунду не сомневаюсь, будет за нами, потому что за каждым из нас не заширеет.